Девушки отдыхают Прочность для близких Муж струсил и сбежал А маленькие дети остались один на один С маминой болезнью Очень плохая история Общения с этими родственниками Ответчик, переступите вы через свои обиды Ну что же на старых обидах Уже смерть вас должна была примирить Уже что тут делить-то По дороге в родильный дом произошла страшная авария Мать и новорожденная выжили Почему же женщина Вынуждена бороться за свое право Жить вместе с дочерью Тут речь идет о наследстве Я считаю, это наглость Вот теперь он ей понадобился А потом он ей вообще не нужен будет Куда она выкинет, на вокзал даст Цыганам отдать Суррогатная мать отказалась отдать ребенка Биологическим родителям И он стал разменной монетой В споре о наследстве Как это получилось Узнаем в суде Истец требует изменения места жительства детей И освобождения от элементов Ответчик с иском не согласна Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю Да, Ваша честь Прошу вас изменить место жительства моих детей Пироговой Татьяны 2006 года Простите, пожалуйста А в момент расторжения брака У вас был спор с супругой? Да, у нас был спор И по решению суда Дети, место жительства детей Было предоставлено совместно с мамой И поэтому на данный момент Прошу вас изменить место жительства моих детей С места жительства мамы На мое место жительства А также прошу освободить меня От уплаты элементов В размере 21 тысячи 450 рублей Органы опеки дали заключение О том, что мои жилищные условия Соответствуют проживанию детей И гораздо лучше, чем те условия В которых сейчас находятся дети Так вы считаете, в чем ваша бывшая супруга Не справляется в воспитании детей? А, просто, Ваша честь Она заболела, у нее был инсульт На данный момент она находится в лежачем положении Ваша честь, это неправда Отвечек подождите Можно я пока суду? Она лежачая, ходит под себя И дети находятся в постоянном стрессе Просто когда жена заболела Инсульт у нее был А Семочка, маленький мой Он заикаться начал То есть я ходил к врачам К психотерапевтам К неврологам И все они в один голос говорят Что детей надо срочно забирать Из-за этой стрессовой обстановки Ему у меня будет гораздо лучше А вот как вы принимали участие В воспитании детей? В чем это конкретно выражалось? Вы знаете, я пытался принимать участие В их жизни Приходил и с подарками Ну, Тамара Николаевна, моя бывшая теща Она меня даже на порог не пускает Общаться с детьми мне не дает А детям сколько сейчас лет? А 12 и 7 Старшей дочке 12 Да, а сынишке 7 Ну, дочь придется опрашивать, вы понимаете, да? Да, я понимаю, я думаю, что она скажет Что она готова Обязан ознакомиться с мнением ребенка Старше 10 лет Так, пожалуйста, Ответчик, я вас слушаю Ваша честь Я сейчас представляю здесь интересы Своей дочери Хочу сказать, что вот все, что он вот здесь вот говорил Это полная ложь Потому что вот он вспоминает Я приходил с детьми туда гулял Я приходил с детьми сюда гулял Это он делал, когда еще жил с семьей До того, как моя дочь слегла А как только она снегла, он сразу развелся Да я испугался Правильно, испугался Да, ну за это не сажают Ну я же пришел, а вы мне что сказали? Уходи, чтобы на пороге тебя не было А истец, истец Ответчик, скажите, пожалуйста Сейчас в каком состоянии ваша дочь? Идет очень хороший процесс восстановления Она уже стала Она уже ходит с худунками, понимаете? Она уже пишет, у нее координация И он врет все, что она там под себя ходит Что там в квартире воняет Да, что, Ируба, лучше дочерью занимайтесь Понимаете, если бы он хотя бы присутствовал Хоть бы раз приехал и посмотрел Не было такого Ни разу не приехал, не позвонил А вы меня не пускаете, как я посмотрю вам? Семочка, да, Семочка сначала, он заикался Потому что впечатление На него большое произведение Провело впечатление Вот это вот, то, что мама вот так вот заболела тяжело Но сейчас он хорошо говорит А он отлично учится И Танюшка тоже замечательно Она, дети, кстати, помогают матери очень здорово Да вы за детьми даже не смотрите Но ты виден это, ты хоть раз пришел, посмотрел Ответчик, ответчик, а скажите, пожалуйста Вот вы считаете, вот эти исковые требования, они из СОМ зачем заявлены? Вы знаете, я считаю, что здесь дело только в деньгах Вы понимаете, в чем дело? Правильно, только вам от меня нужны деньги Нам нужны не только деньги Да? Вам нужны деньги? Да, нам нужны деньги Потому что, вы знаете, с его алиментами Которые мы с него стребовали, понимаете? Мы стребовали, опять-таки, через СОМ С его деньги на содержание двух детей А я вам предлагал, что я буду так помогать без алиментов А до этого он их не платил, понимаете? И я говорю, мало того, что он не приходил Он даже не звонил, он не интересовался Как дети живут, если у них кусок хлеба какого-нибудь Понимаете? Так вот, с его алиментами у нас сейчас достаточно денег У нас 47 тысяч получается на четверых Мы вполне сейчас справляемся, понимаете? Ваша честь, я 1,65 зарабатываю Правильно А у нее 47 с моими алиментами Он зарабатывает 65 Ну вы спросите его Вообще-то Вы спросите, на что она тратит? Откуда он их берет? Потому что он вахтовик, его по полгода дома нет С кем будут детьми? Вот вы говорите, он говорит Отдайте мне детей, с кем детьми будут? С кем? Скажите мне, пожалуйста С моей мамой Она сейчас вышла на пенсию Да, она будет помогать Я здесь, простите, пожалуйста У нас место жительства детей с родителями А не с бабушками суд определен А я прописан Вот понимаете, все дело Ваша честь Я говорю о том, кто фактически должен осуществлять воспитание Бабушка, что ли? Или вы все-таки просите, чтобы дети были с вами? Ваша честь, я прошу, чтобы дети были со мной Ну просто я работаю, да, вахтой Ну вот вахты, поэтому об этом и говорят Я работаю неделю через неделю Ой, не надо, не надо Он геолог, понимаете? Он на неделю уезжает, вы так считаете Вы понимаете, что ваша честь? Значит, сделайте дело в деньгах Так кто вас за язык-то тянет, да? Истец Все дело только в деньгах, вот я так считаю Мало того, что ему хочется вот эти элементы не платить Я понимаю, я вас Он еще хотят, они еще хотят, понимаете, что опеку над детьми на маму оформить Все правильно Если бы вы думали о детях, вы бы одни их отказались А у меня мама бы оформила И детям денежка была бы И они сказали, что они не будут, что детям надо Потому что они считают его предателем Он бросил нас Ну что вы такое говорите? Мои дети меня любят, они души вам не не чают Вы-то свечи в своей манатке Им гораздо лучше со мной будет, чем смотреть на полуумирающую Истец, истец Так, пригласите, пожалуйста, несовершеннолетнего Вот увидите, она Несовершеннолетняя, войдите Да не хотят они с тобой жить Да хотят, они вам не души не чают Здравствуйте Прошу вас, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Пирогова Татьяна Сергеевна Татьяна Сергеевна, мне необходима ваша точка зрения В данной ситуации Скажите, пожалуйста Вы согласны переехать жить к папе на постоянное место жительства? Или вы возражаете против этого? Я против Я не хочу к нему переезжать Он нас не любит Он не интересуется тем, как мы Он нам никак не помогает Да он приходил в последний раз, где-то год назад Ну, а вот мама как заботится о вашем воспитании? Пока что ей все-таки еще трудно Но она большая молодец Она сильная, и с нашей поддержкой она справится Ей нужно просто время Нужно просто время А скажите, пожалуйста, а вторая бабушка? Ну, она тоже не очень часто к нам приходит Так, суд удаляет свое принятие решения Что, научила ребенка? Прошу всех встать! Научила, да? Что ты ребенка заставляешь говорить такие вещи? Слушай, да заткнись ты хоть сейчас! Далее в программе Очень плохая история общения с этими родственниками Дедчик, переступите вы через свои обиды Ну, что ж на старых обидах... Даже смерть вас должна была примирить Уже что тут делить-то? О ком заботятся органы опеки и попечительства Когда забирают грудного ребенка От заботливой и любящей матери в детский дом? Кому это выгодно? Узнаем в суде! Тут речь идет о наследствиях О больших каких-то деньгах Вот теперь он ей понадобился А потом он ей вообще не нужен будет Куда она его выкинет? На вокзал даст? Цыганам отдаст? Суррогатной матери не удалось отвоевать У биологических родителей дополнительные деньги Зато сейчас она участвует в разделе Семейного имущества Суд оглашает решение, принятое по делу Суд, заслушав исковые требования сца Возражение ответчика по заявленным исковым требованиям Опросив несовершеннолетнюю решение Которое может затронуть ее права и интересы Ознакомившись с заключением органов опеки и попечительства В иске об изменении места жительства несовершеннолетних детей С места жительства матери На место жительства отца И освобождение отца от уплаты алиментов Суд отказывает Суд не удовлетворяет иск, заявленный отцом детей Об изменении места жительства детей На его место жительства Поскольку у детей крайне негативное отношение к отцу После оставления семьи в трудный период Когда мать тяжело заболела Суд учил мнение несовершеннолетних Которые категорически отказываются проживать с отцом И желают остаться проживать с матерью Которая нуждается в ее помощи И к которой они очень привязаны Суд также учел, что 12-летняя общая дочь Хорошо успевает в школе Помогает бабушке в уходе за матерью и младшим сыном Из представленной характеристики из школы Каких-либо замечаний или нареканий В адрес успеваемости и поведения В отношении девочки никогда не предъявлялось Кроме того, вы не отрицали того обстоятельства Что ваша работа носит вахтовый способ И следовательно, на протяжении определенного периода времени Вы не будете проживать в вашем месте жительстве Даже с учетом того, что вы не будете там ночевать С учетом всех изложенных обстоятельств Суд не находит оснований для изменения места жительства детей С места жительства матери по месту жительства отца Суд огласил свое решение, дело закрыто Прошу всех встать Что, рада, да? Рада, рада Я добьюсь своего Решение суда В иске отказать Буду пытаться вернуть расположение детей Чтобы они сами захотели от этой больной матери уйти ко мне Я рада, что дети останутся в семье Что может быть лучше на свете, чем материнская любовь? Целых три часа Каждый будний день Наши судьи спасают самое дорогое Ваших детей Верни мне моего ребенка Ваши семьи Ты работаешь секретуткой, это твоя обязанность Уводить мужей Ваши деньги Мне деньги нужны Да всем деньги нужны Кому не нужны деньги? Поднимите руку Ни одной руки нет Самые страшные, драматические и дикие истории Ребенка два дня держали в морге живого Заканчиваются в залах этих судов Не стыдно за вашу позицию? Во мне нет Судебное лето 2019-го на нашем канале началось Мне на основании ваших эмоций Вам иску удовлетворить или что? Представитель органов опеки и попечительства просит ограничить ответчицу в родительских правах Ответчик утверждает, что справляется с новорожденной дочерью Я вас слушаю Ваша честь Алиса Геннадьевна, мать двоих детей Мы просим ограничить ее в родительских правах В отношении пятимесячной несовершеннолетней Инги Пять месяцев назад произошел трагический случай По дороге в роддом машина с ответчицей и мужем попала в ДТП Муж погиб Саму ее в бессознательном состоянии доставили в больнице Сделали срочное кесарево сечение Девочка минимально пострадала Поэтому после больницы ее отправили в дом малютки Так как мама находилась в реанимации В результате аварии Ей пришлось даже удалить селезенку И правая рука парализована То есть по состоянию здоровья Она не может ухаживать за грудным ребенком Ребенок находится в доме малютки Когда мама выписалась из больницы Она пришла в дом малютки Но девочку ей не отдали И директор дома малютки написала письмо нам Чтобы мы разобрались в этом деле У нас нет претензий как к матери Это положительный человек Но по состоянию здоровья Только в интересах ребенка Мы хотим ограничить родительских правах Сроком на год Чтобы за это время мама поправила здоровье А иначе даже как же она Вот не работающая правая рука Элементарных каких-то вещей Перепеленать не сможет А старшей дочери 17 лет Она же не может исполнять обязанности матери Когда ей надо матери-то помогать В таком состоянии Поэтому мы выдвигаем наш иск Тем более, что мы поговорили еще раз с бабушкой И она согласна оформить опеку на это время Мы с ней провели беседу Что будем оказывать ей всяческую помощь И поддержку Да и мама будет приходить Если правая рука не работает Это еще не значит, что она вообще не может Там как-то общаться с ребенком Если бабушка согласна стать опекуном Ну пусть выступит пока опекуном Ну бабушка согласна стать опекуном Ну а что тогда обязательно А мама не согласна Поэтому мы и пришли в суд А мама не согласна Мама не согласна В том-то и дело А без ее согласия мы же не можем Ну да Так, ответчик Ваша честь Я с иском категорически не согласна Я уверена, что я с Ингой справлюсь Старшая дочь мне тоже обещала в этом помогать Она у меня очень ответственная девочка Да, вы услышали Так трагически сложились обстоятельства Я потеряла любимого мужчину И сейчас мне еще дочь хотят забрать Я в своей жизни всегда Совсем справлялась сама Я уверена, что сейчас Я тоже с этим справлюсь Я даже у старшей дочки взяла куклу Купила памперсы И вот тренируюсь Ухаживать за ребенком И в принципе Ни в чьей помощи я не нуждаюсь Вообще Мне очень как-то странно Что меня хотят девочку забрать Дети очень быстро Это ответчик Ответчик Вы понимаете В данном случае органы опеки сказали Мы волнуемся, что в силу вашего Физического состояния Сегодняшнего Вы не сможете справляться с ребенком Ваша честь Но девочки Я же не буду видеть, как дочка моя растет Вы понимаете Это для меня Вот последний, так скажем Нет, подождите Подождите, отвечу Вот давайте так Давайте сейчас не будем устраивать трагедию На пустом месте Вот нет такого сейчас Если органы опеки Если я правильно поняла Говорят о том Что ваша свекровь Готова выступить опекуном Это не лишение вас родительских прав Не еще каких-то Вы имеете возможность Общаться с ребенком Ею заниматься Просто опекун Он будет выполнять Свои опекунские функции С какой точки зрения Ну то есть то, что может Свекровь ваша сделать С точки Ну вот как бы С грудным ребенком Вы знаете, у нас очень плохие отношения Со свекровью Хотите ребенка Ну почему она ко мне не может приходить Налаживайте отношения Ну потому Вы сами задаете вопрос Сами на него отвечаете Если вы не смогли наладить После смерти вашего супруга Взаимоотношения с вашей свекровью Поэтому она к вам и не приезжает Я ответила вам на ваш вопрос Она изначально не хотела со мной общаться Когда мы познакомились с ее сыном Хорошо, давайте сейчас не будем вспоминать Кто чего хотел Давайте так Ваша свекровь готова В этой ситуации помочь Она готова выступить опекуном Ваша задача сейчас Наладить взаимоотношения Чтобы вы имели возможность Заниматься вашим ребенком Ну я уверена, что я справлюсь Вы физически даже искупать не сможете ребенка Мне старшая поможет Но она же не обязана выполнять материнские обязанности Ей учиться надо Ей 17 лет Если старшая должна помочь Она должна здесь вместе с вами в суде была стоять Понимаете? Как минимум свидетелем Где ваша дочь? Мы с ней договорились, что она мне не откажет Не надо договариваться, что вам кто-то откажет или нет Я вам говорю о том Что сейчас рассматривается вопрос Об ограничении вас в родительских правах Причем я редко слышу этот срок на один год Вы говорите Мне поможет стар... Логически рассуждать Что если человек приходит в суд И говорит Мне поможет старшая дочь Он за руку приводит старшую дочь Которая подтверждает его слова У нас не очень хорошие отношения Я знаю, что она мне откажет Я верю, но наверное хорошие Я же не об этом говорю И не потому, что я вам не верю А потому, что речь идет о здоровье ребенка О его безопасности и жизни И поэтому суд не может исходить И опираться исключительно на то, что говорите вы Или то, что говорят органы опеки Я должна иметь доказательства определенные Понимаете? Для того, чтобы принять решение У меня должны быть доказательства А вы это доказать не можете Понимаете? Вот целый год она будет расти без меня А потом как она на меня посмотрит? Нет, не так Нет, не так, ответчик Не так Вам органы опеки сказали Я подтверждаю слова У нас же ограничивают в родительских правах Отталкивать и слово ограничить Это значит не дать возможности Родителям общаться с ребенком Для этого существует Это мера в законодательстве Вам органы опеки говорят Да А не знаете, почему вынуждены обратиться в суд? Потому что вы не хотите дать согласие на опекуна Вы не хотите Если бы вы дали согласие, что ваша свекровь Выполняет обязанности опекуна Вы бы спокойно общались с вашей дочерью Но поскольку вы вот встали на эту позицию И не хотите Говорят, мы вынуждены ограничить Назначить опекуна И при этом органы опеки Еще раз обращают ваше внимание Вы можете общаться с ребенком Понимаете, Ваша честь, почему у меня такие опасения? Потому что свекровь Когда мы стали с Ваней жить Они категорически со свекровым отказались общаться Ну что же это такое? А сейчас она просто ребенка себе заберет и все А вы ребенка можете убить Не удержите и уроните Виновата ваша свекровь Ну не хотела Ну она виновата Ну хорошо, да Вы сейчас говорите Мне-то как матери Как вот себя будущее Я вам сейчас говорила О вашем ребенке, а не о свекрови Вы вообще когда-то в последний раз О свекрови разговаривали? Полтора года назад Ну может стоит позвонить? У вас муж погиб У нее сын погиб Нет, Ваша честь Я вас свела заблуждение Я ей звонила Когда пришла в себя в больницу Я позвонила, чтобы ребенка не забирали Я в дом малютки позвонила Попросила ее, что вы придите Возьмите на некоторое время Потому что дочки мои не отдавали Ингу Она сказала Нет, я не хочу, не могу И вообще не надо Она тогда была после смерти сына В таком состоянии, что она действительно не могла А кому мне было еще обратиться? Единственный родной человек Сейчас она одумалась, пришла в себя Мы с ней поговорили Нет, просто естественный ответчик Суд вам разъясняет, что вы можете заключить Мировое соглашение И суд утвердит мировое соглашение Да, да В качестве мирового соглашения Вам органы, я не могу сама Вам органы опеки и попечительства Предлагают следующее Установить временное опекунство В отношении малолетней девочки Назначив бабушку опекуном Справа с вашими правами посещение ребенка Все распишем досконально Заняясь с тем, что вы сможете общаться с ребенком Заниматься ее воспитанием А если мне свекровь не будет пускать, что мне будет? Ну мы же заключим соглашение О чем сейчас речь идет? Это же не на словах, это документ А мы будем следить за ситуацией Вы как думаете? Все в рамках закона И только в интересах ребенка И в ваших же интересах Вам же надо реабилитацией заняться Общение никто вас не лишает Никто Это вы себе какую-то мрачную картину нарисовали Потому что очень плохая история общения с этими родственниками Ответчик, переступите вы через свои обиды Ну что же на старых обидах все время жить? Да уже смерть вас должна была примирить Уже что тут делить-то? Ну я к ней обращалась Ответчик, да переступите вы через это Ну переступите вы Я просто как представлю, что я девочку не буду видеть Ответчик, вам ребенка без папы поднимать Вам ребенка без папы поднимать еще Понимаете? А у вас еще у дочек 17 лет Хорошо, если вы даете гарантию, что я буду дочеку свою видеть Даю вам гарантию Да? Так, суд удаляется для принятия определения Прошу всех встать Далее в программе Тут речь идет о наследстве О больших количествах деньгах Вот теперь он ей понадобился А потом он ей вообще не нужен будет Куда она его? Выкинет, на вокзал даст, цыганам отдаст Суррогатная мать отказалась отдать ребенка биологическим родителям И он стал разменной монетой в споре о наследстве Как это получилось, узнаем в суде Суд оглашает определение, принятое по делу В соответствии с правилом статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации До момента оглашения решения суда Сторонами было высказано желание заключить мировое соглашение Суд при проверке заключения мирового соглашения Пришел к выводу, что указанное мировое соглашение Не нарушает чьих-либо прав и законных интересов При данных обстоятельствах суд считает возможным утвердить мировое соглашение По которому ответчик дает свое согласие Что бабушка ребенка будет назначена временным опекуном Пока сроком на один год Но в зависимости дальше от развития ситуации При этом органы опеки и попечительства Принимают на себя обязательства Гарантировать ответчику возможность свободного посещения И общения с ребенком в те часы и дни Которые ответчик посчитает для себя необходимым В случае успешной реабилитации ответчика И появления возможности самостоятельного ухода за ребенком Полноценного самостоятельного ухода Органы опеки и попечительства гарантируют Что вопрос о временном опекунстве Будет им решен в ускоренном порядке Это вас устраивает, ответчик? Истец, спасибо большое Суд огласил свое определение, дело закрыто Решение суда Стороны подписали мировое соглашение Мировое соглашение – лучший выход в данной ситуации А мы будем следить за соблюдением всех пунктов Я, конечно, попробую наладить отношения со спекровью Но и для Инги, для своей любимой дочки Я постараюсь стать настоящей матерью 24 часа в сутки я буду рядом с ней И пусть кто-нибудь попробует меня выгнать Истец требует признать ее матерью ребенка И передать ей мальчика на воспитание Ответчик с иском не согласна Потому что это ее ребенок Так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования Ваша честь, прошу признать меня официально матерью Ребенка Дарьи Геннадьевной И передать мне малыша на воспитание Поясню, в чем дело Четыре года назад мы с моим мужем заключили договор о суррогатном материнстве Собственного суррогатного материнства Сколько? Четыре года там? Четыре года назад Все это время у нас бесконечная происходит борьба Нервотрепка за ребенка Договор у меня имеется на руках В секретанции об оплате Все могу вам предоставить Все необходимое Простите, пожалуйста, истец А вы представляете только ваши интересы А интересы супругу вы сказали Вы знаете, произошла большая трагедия Полгода назад умер мой муж Мы подавали с ним вместе документы о том, чтобы оформить ребеночка Дело в том, что, поясню Суррогатной матерью является Дарья Геннадьевна Когда родился малыш, мы соблюдали по договору все необходимые пункты Когда родился малыш, Дарья Геннадьевна отказалась нам отдавать ребенка Потребовала с нас огромную сумму денег Да какой огромный, там копейки попросили И не потребовала, а попросила Устроила самый настоящий аукцион за ребенка И сказала, что если мы не отдадим сверх той суммы, которая была прописана в договоре То она отдаст малыша чужие руки Какие чужие руки? Ответчик, 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 подождите Мало того, она еще успела оформить себя, записала в свидетельстве о рождении, что она является матерью, настоящей матерью нашего ребенка Что нам оставалось делать, мы с мужем приняли такое решение и записали Виктора, моего мужа, что он является официальным настоящим отцом ребенка Севолода А вы замужем? Она развелась На данный момент я в разводе нахожусь Вы пошли и в ЗАГСе оформили свидетельство о рождении Я оформила ребенка на себя, потому что договором суррогатного материнства было предусмотрено У нас в договоре был такой пункт Если я в течение беременности и к моменту родов передумаю и захочу оставить ребенка себе Я могу это сделать Собственно, что я и сделала Я записала ребенка на себя Отец не отказался быть его отцом в свидетельство о рождении Вот, пожалуйста, можно подтвердить это свидетельством Я не нарушала никаких законов Я не нарушала нашу договор Вот договор, пожалуйста, можете ознакомиться То есть я, по сути, ничего не нарушала Я сделала только то, что... Ваша честь, подожди, мне необходимы только деньги от нас Да, можно я скажу, что я мне задала вопрос Ты сказала, высказалась Поэтому я ничего не нарушала Вы за услуги суррогатного материнства денежные средства в полном объеме получили? Нет, не в полном То есть, что я получала? Пока я была беременна И предусмотренную ежемесячную сумму на питание какое-то элементарное, лекарства Я от них, конечно же, получала Сама сумма договора составляла миллион рублей Это по факту отдача им ребенка Но так как я ребенка решила оставить себе Ну, естественно, никакой суммы в миллион рублей я от них не получала Я от нее отказалась Мне не нужен этот миллион Потому что он продолжал платить алименты Поскольку он является официальным отцом Да, он продолжал платить алименты От этого я не отказываюсь Но он сам Это было его желание Это женщина запрещала видеться мне с малышом, понимаете? Я не запрещала ничего подобного Я хоть как-то пытаюсь найти общий язык Ты четыре года не приходила Он тебе не нужен был Да, естественно, я тоже Я вот этого не могу никак понять А что вы делали четыре года? Объясните мне, пожалуйста Четыре года такой срок, когда вы могли Не сейчас обратиться с этим требованием А значительно раньше Мы пытались это решить Четыре года? Абсолютно нормально Вы мне не отвечаете на вопросы Дело в том, что когда умер мой муж Это женщина претендует на наследство Понимаете? Это здесь главное Какое она имеет отношение? Ну ладно, я понимаю Наследником является Всеволод Но какое отношение чужая женщина имеет Извините, к нашим деньгам А я к вашему наследству никак не претендую А он не оставил никакого завещания А у нас есть имущество Нет, естественно, простите, пожалуйста Да, так, теперь я поняла То есть вы боитесь наследника? Я никак не могу понять Я считаю, что эта женщина претендует Тогда вы мне... Ответь Значит так Давайте я вам сейчас поясню А вы тогда будете дальше выстраивать свою позицию Первое Родители не имеют права на имущество детей Дети не имеют права на имущество родителей Да, за исключением случаев Когда они призываются к наследству В качестве наследника в первую очередь Следовательно Если сын ответчица Поскольку ваш супруг Был указан в свидетельстве о рождении отцом И его отцовство не оспаривается Он будет призван к наследованию Как наследник в первую очередь И в этом случае будет иметь право На выделение соответствующей доли Согласна То есть вы сначала отделите свою совместную долю Из совместного имущества Супружескую долю выделите То, что останется, будет поделено между вами Как супругой и ребенком Вот это будет раздел наследства Произведен В данном случае Ответчик никакого отношения к этому имуществу не имеет И иметь не может В данном случае я полностью согласна с тем Что наследником является Всеволод Но я прошу официально Официально меня признать матерью Биологической матерью Дело в том, что на самом деле Четыре года Она говорит, война у нас была Четыре года за этого ребенка Никакой войны у нас не было Четыре года он ей не нужен был Отец, да, приходил Он алименты платил Он там подарки какие дарил Он с ним общался Пытался как-то воспитывать Ей он не был нужен Я сказала, приходите общаться Я не запрещаю Она раз полгода приходила Я тогда вас хочу просто понять Дело в том, что четыре года прошло Ответчик мне на вопрос Вот скажите, пожалуйста Ведь вы согласились На суррогатное материнство Есть разные на самом деле причины По которым женщина соглашается быть суррогатной матерью Есть ситуация, когда у близких родственников По некоторым причинам не получается Самостоятельно забеременеть И родить ребенка И тогда ближайшие родственники На это соглашаются На безвозмездной основе Есть ситуация, при которой За это получают деньги Исходя из тяжелых материальных условий Которые может попадать Семья или женщина Вы-то когда подписывали договор О суррогатном материнстве Вы зачем это делали? Ну, ради денег Мне тогда на данный момент Нужны были деньги Так, у вас есть еще дети в семье? У меня есть еще двое детей Еще двое детей У меня есть двое детей На тот момент нужны были деньги Нужны были деньги И вот вы как бы осознанно Но потом, когда, нося в себе этого ребенка Я поняла, что он мой Что это часть меня Я полюбила его Вы заключали с нами договор Женщина И помимо этого Пока я была беременна Я еще выяснила много фактов По поводу этой семьи Почему я не хочу отдавать им ребенка Дело в том, что у нее У них первый ребенок Родился, ну, к сожалению С тяжкими заболеваниями И он инвалид И она его вообще сдала В приют для инвалидов Какое это имеет отношение к делу? Я не понимаю Дай я скажу Ты сказала, дай я скажу Десять лет Он у них, представляете, родной ребенок Вот родной ребенок Живет в приюте для инвалидов И что, я должна в такую семью Отдать своего ребенка Которого я 9 месяцев носила под сердцем Да ни за что в жизни Что она с ним сделает Туда же, в приют Просто сейчас он ей нужен Потому что они Он, мой сын, вступает в наследство После смерти отца Это тебе от нашей семьи нужны деньги Четыре года он ей не нужен был Правильно? Он ей нужен когда? Когда вступает в наследство Все Она сейчас наследство получит Отдаст этого ребенка в приют Туда же, к первому Или еще лучше, может, на органы Там китайцам, да, продаст Ваше счастье Я никогда не отдам своего ребенка И вообще Никому в жизни Я поняла вашу позицию Так, мне договор о суррогатном материнстве Пожалуйста Документы, подтверждающие Уплату алиментов И свидетельство о рождении ребенка Я не могу понять, почему вы четыре года ничего не делали А потому что он ей не нужен Ей дети вообще не нужны И первого сдала И этот не нужен Ей просто был Зачем он ей нужен был? А сейчас, конечно, тут роль Тут речь идет о наследстве Я считаю, это надлостью Такие вещи вообще здесь обсуждать Вот теперь он ей понадобился А потом он ей вообще не нужен будет Куда она его выкинет На вокзал даст Цыганам отдаст Опять у вас то цыгане, то китайцы Ну вы как-то определитесь Истец, вы когда просите признать вас матерью ребенка Да, и передать ребенка вам Ну вы же понимаете, что он от этого Не перестанет быть наследником Не перестанет, я и не говорю, что я против Конечно, он является наследником Но, понимаете, во-первых Что касаемо моего первого ребенка Да, это так Он находится в приюте, он инвалид К сожалению, у меня с мужем были проблемы Я боялась, я очень любила Виктора, моего мужа Я боялась его потерять У нас были напряженные отношения И вот так сложилось сказать Но он наследник Он является наследником Этот мальчик, который сейчас в приюте Мы ему помогаем Да чем ты ему помогаешь Раз на два года заходишь Подождите Это не ваше дело Истец, ну Я вас слушаю Я повторюсь Что касаемо наследства Я не отказываюсь Мы будем помогать мальчику Но я прошу, чтобы меня официально Как изначально было прописано в договоре Подождите, Истец То есть вы считаете, что если А сейчас суд вам передаст ребенка Он от этого перестанет быть наследником? Нет, он не будет, я буду делать все необходимое для этого малыша Я буду продолжать бороться Он будет наследником Отвечек, что значит все необходимое? Все равно имущество поделят на три части Все равно, если ваш первый ребенок Так ей надо все самой забрать себе Отвечек, если ваш первый ребенок не признан недееспособным И то выделяет долю наследства То все наследство будет поделено на три части Будет выделено ваша супружеская доля И все остальное разделится на три части Понимаю Я прошу официально меня признать матерью От ребенка я не отказываюсь Конечно же он будет наследником Мы будем помогать Суд удаляется для принятия решения Суд оглашает решение, принятое по делу Суд заслушав исковые требования Са возражения ответчика по заявленным исковым требованиям Рассмотрев представленные документы и доказательства В иске о признании истицы матерью ребенка рожденного ответчицы О передаче ей ребенка на воспитание суд отказывает Суд отказывает удовлетворение заявленных исковых требований По следующим основаниям Истица является генетической матерью ребенка Которая рождена ответчица Что подтверждается заключением Молекулярно-генетической экспертизы Которая была проведена сразу после рождения ребенка Это та процедура, которая предусмотрена При суррогатном материнстве И также не отрицается ответчиком То есть ответчик в данном судебном заседании Подтвердил, что истец является генетической матерью ребенка Ответчик выносила и родила ребенка Как суррогатная мать Что подтверждается представленными документами А именно договором о суррогатном материнстве И не отрицается сторонами В соответствии с правилами части 4 Статья 51 Семейного кодекса Российской Федерации Лица, давшие свое согласие в письменной форме На имплантацию эмбриона другой женщины В целях его вынашивания Могут быть записаны родители ребенка Только с согласия женщины Которая родила этого ребенка Или то, что сейчас это называется Суррогатная мать В данном случае ответчица после рождения ребенка Не передала его генетическим родителям И приняла на себя обязанности юридической матери Зарегистрировав себя матерью ребенка В согласии ответчицы генетический отец ребенка Установил свое отцовство в отношении ребенка Через органы ЗАГСа В соответствии с правилами части 2 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации В данном случае, как установлено в судебном заседании Неестественный ваш покойный супруг На протяжении периода времени То есть момента рождения ребенка В судебном порядке не требовали признания себя Генетическими родителями И не требовали передачи ребенка Непосредственно генетическим родителям В данном случае суд учел следующее обстоятельство Что фактически генетические родители Были согласны с теми обстоятельствами Которые возникли в жизни их ребенка То есть столь длительный период времени А именно 4 года То, что и генетически мама, и папа Не обращались в суд С аналогичными исковыми требованиями Папа в добровольном порядке Выполнял свои обязательства По уплате алиментов Осуществлял воспитание ребенка Общался непосредственно с ребенком И не предъявлял самостоятельно Исковых требований О передаче ему ребенка Истец также, в свою очередь На протяжении 4 лет Не заявляла данные исковые требования Не требовала передачи ребенка на воспитание Не общалась с ребенком Не требовала в судебном порядке Установления порядка общения с ребенком И так далее То есть в данном случае Истец не воспользовался В теме средствами и способами защиты Которые у нас установлены Для защиты законных прав И интересов родителей При таких обстоятельствах С учетом того, что отвечик справляется С возложенными на нее обязанностями мамы Каких-либо претензий По воспитанию ребенка не существует Или истец не предоставил В данное судебное заседание Оснований для удовлетворения заявленных Вами исковых требований Суд не находит Поэтому истец в полном объеме Суд отказывает вам В удовлетворении заявленных Прошу, я подам иск о возмещении Морального ущерба Миллионы наставки Истец, и расходы Ты хоть на сварки два подавай И ты ничего нигде не докажешь Суд доказал свое решение Дело закрыто Ничего ты не докажешь Решение суда В иске отказать Данную ситуацию я просто так не оставлю И буду продолжать бороться за своего ребенка И подам новый иск О возмещении морального ущерба И все-таки, правда, на моей стороне И я своего ребенка Подчеркну еще раз Своего ребенка Никогда никому не отдам И на этом точка Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»